В общем, всем привет, мои хорошие, мои любимые. Я приехал домой сегодня. Привет, привет, красавчик. Ай! Спонсор этого выпуска Марина Фамилилаф из Виталии. Марина, привет тебе, громадный. Марина познакомила меня с этим блогером. Она уже как бы его знала раньше, но я об этом не знал. То есть мы никогда об этом не разговаривали с Мариной. И я только видел, что она комментирует там видео этого блогера. Он вызывает разные эмоции у людей, разные ощущения. И я с этим человеком встретился и постарался задать ему какие-то вопросы. Может быть, для вас он откроется с другой стороны. Я в нем не разочаровался. То есть я его и представлял, что он абсолютно нормальный, адекватный человек. И единственное, что я могу попросить своих зрителей, чтобы в комментариях быть корректными. Потому что, чтобы мне потом не было стыдно и что где-то кто-то начнет оскорблять человека. Можно высказывать свое мнение, но в корректной форме. Так что все. Приятного просмотра. Марина, спасибо тебе огромное. В общем, всем привет зрителям моего канала. Я сегодня встретился с таким человеком, который вызывает разные ощущения у всех. Но в любом случае к нему нельзя быть равнодушным. Его или любят, или, наверное, ненавидят. Или какие-то эмоции в любом случае этот человек оставляет после себя и все на него посмотреть. Я когда первый раз увидел, я подумал, что чокнутый чуть-чуть больше, чем я. Но думаю, если бы я был помоложе, я был бы еще чокнутый, если бы я начал снимать видео раньше. В общем, не буду долго томить. В гостях Сашик Шапок. Сашик Шапок. Саша, кстати, согласился абсолютно бескорыстно со мной встретиться. Ну, а то, конечно, поснимаем. Я же тебя еще помню с телевизора. Ну, мы станем включаем телевизор. А я знаю, что вы пригласили на Мастер Шеф. Я вообще фанат Мастер Шефа, пожалуйста. Хотела пойти. А потом я сказал, что ну, они же не платят. Я просто очень стеснительная, мнительная. Только не ругайся. Хорошо, понимаю. Это я на своем канале, бывает, ругаюсь. Там Саша матюкается во все. Я тоже матюкался, но уже взял марку. Надо держать. Саша. Капец. Если честно, я вот его боюсь. Да чего? Не знаю. Почему-то вот, ну, потому что я стесняюсь. Да, да чего. Я тоже бывает, знаешь, стесняюсь. Все думают, что, знаешь, там такой оторванный какой-то, бегаю по крышам, гейболый. А когда бывает, кто-то ко мне подойдет, я засмущаюсь. Да, да, да. И начинаю стесняться чего-то. Ты говоришь, так ты же больной. Ты же можешь все, что угодно. А мне бывает стыдно даже у человека время спросить. Или там еще что-то. Ну, серьезно. А такое раздвоение личности бывает? И люди часто не видят настоящего меня. Вот в том и дело, что я хотел, чтобы мои зрители увидели и немножко по-другому посмотрели. Я могу рассказать о себе, что у меня есть родной брат, который даже стеснялся своей мамы, вот там, чтобы она приехала к нему на родительское собрание. Саша вот с удовольствием показывает своих родителей. Я смотрел видео про отца, когда ты рассказал, когда был день рождения. Вот я, можно сказать, все его видео смотрю. Но для зрителей, наверное, это будет шоком для моих зрителей. У всех есть тайны просто эти, увлечения. Знаешь, у каждого скелета в шкафу. Я тоже подписан на некоторых странных людей. Но мне-то ладно, но сам Вэл. Нормально. Открытие сегодня. Пойдет. Слушай, ты же и мой скелет, скелет, мы не важны, понимаешь? Скажи, ты себе работу нашел? Да ты что? Это же мой девиз по жизни. Главное не работать. Все, чем занимаюсь, Ютуб и все. У тебя есть образование? И образования нема. 9 классов ушел. 9 классов? Бросил, да, серьезно. То есть, не знаю, как-то не понимали меня с детства. Как-то приходил в школу, били, унижали. Я как-то, знаешь, козел отпущения был. Из-за этого не мог учиться. Я, может быть, и учился, если бы меня там как-то не унижали все время. Я решил, что пора, не знаю, покорять столицу, куда-то уезжать. Или чем-то заниматься более творческим, там, снимать видео. Я даже видео снимаю больше 10 лет. Только на Ютубе я попал, да, потом. У меня, знаешь, переклинило, я не знал, что на Ютубе можно. Я снимал то ВКонтакте, еще куда-то в интернет вразил видео. Не знал, что можно на Ютубе там как-то. А я люблю снимать. И вот это, и решил на этом продвигаться дальше в жизни, заниматься любимым делом. И все, сейчас неплохо все вроде получается. Слава Богу. А как тут мама относится к тому, что ты снимаешь? Мама у меня золотая, родители тоже. И слава Богу, что так получилось. У меня есть взаимопонимание с родителями. Я их никогда не стеснялся. Моя мама принимает участие в моих видео. Даже когда она там, может, не хочет. Ну, как-то уже привыкла, знаете. Потому что часто бывает, дети там как-то стесняются, может, показывают своих родителей. Ну, я не знаю, они же, это же родные люди. Все, как можно стесняться? То есть тебя вырастили. Я люблю своих родителей. Они меня как бы в этом поддерживают и понимают. Слава Богу, что понимают, потому что я знаю, что в семьях очень часто нет понимания, когда ребенок занимается не тем, чем хотели заниматься, чтобы занимался их сыном или дочь. Потому что тоже думали, что я кем-то там буду, каким-то, может, дипломатом или еще кем-то. А он начал с голой жопой по Киеву бегать. И как родителям реагировать на это. И как надо было их переубедить, что, мама, это же творчество. Это я стану там, может, знаменитым и буду зарабатывать. И мама, знаешь, верила в сыночка, что, может, с него будет какой-то столб, там, на телевизор может попадать и все куда-то. Ну, и слава Богу. Слава Богу, что мама верила. И если бы не это, то, может, бы и не общался бы с родителями. Потерял бы я такую связь с родителями. Потому что очень важно не потерять ее. Вот молодец. Абсолютно согласен с каждым словом. Потому что я тоже неоднократно говорил уже, что заставляют родителей идти по своим следам. Иди, ты должна стать нереализованные родительские какие-то свои дела. Что они в своей жизни прошлой не реализовали, они пытаются надеть их. Потом насилуют своих детей, чтобы дети стали там или тем, или тем. А ребенок потом учится ненавидеть ни маму, ни папу, ни ту профессию всю жизнь. Потом в конце жизни понимает, что он всю жизнь занимался не тем, чем хотел. Это, конечно, ужасно. Как ты относишься, вот у тебя много, я смотрю, комментариев. У меня там есть и два-три комментария. Я уже, я не отвечаю на хорошие комментарии. Теперь будет много комментариев, поверь. Все равно, хорошо. Это, я раньше, вот если приходил какой-то один комментарий плохой, у меня прям все. Боже, на меня написали. На букву Х, послали на букву Х. Давай быстрее заблокировать, чтобы и следание осталось. Но я первое видео вообще свои снимал, у меня не было лица. Я вот зародил, мерил трусы, там с балкона пил, что там. Ну, такое, было нормально. А потом, я когда-то снимал видео с экраном и лоханулся, короче, и показал там самый лоховян вконтакте, короче. Ой, показал свои силы. И все, и там уже меня узнали, но не буду поводеваться, поэтому я решил, что пришлось открыть свое лицо. Ну и, конечно, раньше, если мне говорили плохие слова, я там снимал в ответ, если мне, допустим, говорили, что там, ой, там на букву Б, там туда-сюда. Да, я говорил, знаешь, что ты тоже, и ты тоже туда-же. Я говорил, что дай папе своему пакет сельпоха и винодина наутомиста, чтобы еще один дурак, чтобы он на свет не появился, понимаешь? Ты сейчас находил, как ответить. Ну да, то есть я делал абсолютно свободно, и мне нравилось. Что, о чем я жалею в единственной в Ютубе, что я, допустим, открыл свое лицо. Вот как-то я не могу свободно как-то рассуждать, мне кажется, какие-то рамки в театре скажут, ой, что ж ты позоришь на название Академического Оперного Театра. Там сейчас скажут на СТВ, ты позоришь СТВ, позоришь СТХ, все эти, поэтому как-то вот я рад, что ты, то есть я по-хорошему тебе завидую, что ты свободен от всех вот этих работ, и ты можешь любить в Ютубе и все, что угодно. Да. Как ты относишься к троллям, те, которые тебя, у тебя много там разных комментариев, и плохих, и хороших, и те, которые тебя очень любят, и те, которые тебя сильно ненавидят? Вот раньше, знаешь, как я только начал этим заниматься, у меня были только негативные комментарии, то есть все. Ну там может 5% со всех кто-то напишет что-то нормальное, там может там иные нормальные чувака, может иные такие больные, как вам кажется. Все были плохие. Потом со временем я стоял что-то на своем, я как-то верил, что я занимаюсь тем, чем надо. Мне нравилось, я чувствовал душой, что вот хочу, вот это мое, мне надо этим заниматься, и как-то не обращал внимания, не знаю, у меня как-то закалка с детства вот эта в городе была, что меня вечно еще с детства все троллили, я как-то забитый сам по себе, я привык быть и один по жизни, в принципе. Как-то меня это закалило, что я не реагировал никогда на комментарии плохие, то есть у меня не было там в ответ что-то там написать, оно мне не било по душе так. Я как-то сильно верил в свою мечту, в свои цели, и продолжал заниматься чем занимаюсь, и потом бац, начал процент комментариев хороших отзывов, начал увеличиваться постоянно, а сейчас намного больше положительных отзывов, я нашел свою аудиторию людей, которые меня понимают. То есть сейчас на меня подписаны эти люди, которые прониклись мной и понимают мой образ жизни. Конечно, половина комментариев, где меня обсырают по полной вообще, с матюками, с чем угодно, но без этого никак, я считаю. То есть у меня 50% сейчас плохих, половина хороших. Ну ты знаешь, что я хочу сказать, что когда вот смотришь на человека, вот смотришь в блогера, да, такого-то, смотришь, он хороший, классный, и вот человеческие мозги вот эти устроены так, что он начинает искать, а где же ты плохой? То есть а где же вот, а где же твой скелет, где твой шкаф, где-то отверстие, в какой-то для носка, в составе, в какой-то, в какой-то, в какой-то человеке, если изначально смотришь, человек что-то делает такое, там, подошел, я как смотрел, там, ты эту бабку поцеловал, ты там, вот как ты с моста вот этих прыгал в мосту, это, конечно, это капец. Ну, видишь, у тебя, я тебе скажу, что, вот я тогда тебя увидел, когда ты вот это видео сделал, там, чем ты раньше занимался, я на тебя посмотрел, думаю, вот это, ну, какое у тебя вот лучшее сторону, вот как бы даже визуально изменился человек, ну, казалось, что из него может вырастить, то ты смотришь, что ты здесь страшно, что-то там накрашенное, галяком, садить, ну, нет, да, вот ты смотришь, как лифт на всех, короче. Я думаю, что, если вот нормально всё посмотреть, скажут, блин, капец, вот это, ну, оч筆. Можно крест поставить на человека. А сейчас, видишь, как по-другому. И в плохом всегда человек ищет вот, да вот видите, как он там поступил хорошо, и то есть вот тоже собирается покрупиться вот это хорошее. И также плохое отыскивает в хорошем человеке. Ну это я не просто так, конечно, я плохой. Ну вот последняя встреча твоя, которую ты организовывал, я до этого не видел, кстати, твоей встречи были, наверное, не видел. Было пары, да. Но не было так много народу. Да, вот показало то, что у тебя вообще и от мала до велика. То есть вы и бабушки там уже под возницах приходили. Да, приходили, мамы приводили своих маленьких дочери сфоткаться, пожалуйста, потому что я ее не отпускала сама. Приходили вообще с детьми маленькие. Бабушки приводили внуков, чтобы сфоткаться. Я не знаю, начала смотреть меня разная возрастная категория. Там от малого до старшего. Старшие находят что-то свое, а малые находят во мне что-то, даже какие-то вот эти приколы, что я делаю. То есть у меня граничит публика. Ну, я раз, что хоть люди начали замечать, что я на чем-то не зациклюсь на одном. То есть я как-то продолжаю в чем-то развиваться дальше все-таки, что я как человек не заканчиваюсь на вот этом только дурачестве, что во мне есть еще что-то лучшее. И вот это большое спасибо, что ты это во мне понимаешь и увидел, что не только дебил, а что у меня что-то есть человечество. Абсолютно. Не что-то, а очень много. И как ты, допустим, свое будущее видишь? Чем бы тебе захотелось заниматься? Если я со стороны могу сказать, я вижу, что, может быть, тебе надо... Как бы мне это, конечно, такое... Я поступил бы на то место, допустим, заочно на режиссерский факультет. Может быть, какие-то, даже фильмы снимать, какой-то сериал свой придумать. Ну, хотя мне тут у тебя и так свой сериал, и у тебя там как бы успех в этом смысле. Я понимаю, что это нормальный заработок, в принципе, что можно нигде не работать и искать работу. Ну, а как бы тебе хотелось? Что тебе надо? Смотри, как с детства у меня были мечты, к чему я там стремился. Думал, там, действительно, думал, буду дальше там снимать какое-то свое шоу на телеке, или, там, думал, буду фильмы реально снимать. Тоже думал поступать на режиссерский. Потом оно меня как-то, знаешь, отвернуло, там, мои друзья. У меня был близкий друг, с которым мы начинали все. Он в итоге выучился на режиссера. Сейчас у него семья, ребенок, там, ипотека в кредите, все. Работает на телевизоре, все, окей. Типа, вроде, жизнь сложилась, но как-то он дальше больше не развивается. Ну, не знаю. Остановился, то есть, добился как бы своего, то есть, все как бы по нормальным меркам человеческим, всего достиг, чего хотел. Хотя тоже вот таким был, как я. То есть, он вообще был уже, на него говорили, что он тупее даже меня. То есть, мы как-то с ним познакомились на общих интересах, что нам нравилось голым по улицам бегать и все. И на нас всех говорили, что мы ничего не добьемся. В итоге вся вот эта компания, с которой я начинал, все чего-то добились в жизни. То есть, а все те, кто нас обсырали в комментариях, так дальше и продолжают обсырать и ничего сами не добились. То есть, не то, что даже хвастаюсь, но просто даже, просто посмотреть на это, чтобы у нас была цель, чего-то добивались. Но я как-то, не знаю. Я хотел всего чего-то добиваться сам. Я вот не знаю. Я не могу, может потому что я не люблю, когда меня кто-то или учит, или что. Ну, как бы я принимаю хорошие какие-то пожелания. Даже не опять не могу. Вот. Я как-то привык с детства все сам, хотел все сам. Потому что я пробовал тоже и работать и на телевизоре, и везде тоже работал, и оператором работал, и свои проекты тоже пытался делать там тоже. Но везде ставят свои ограничения, ставят свои условия. Ты должен там нормированный день работать. Ты должен выдавать рамки. А я хотел как-то больше горизонта для себя. И чем мне YouTube подошел? Потому что тут воля для действий есть. Тут ты полностью сам на себя работаешь. Делаешь то, что тебе действительно искренне нравится. Не играешь, не подстраиваешься. Потому что на телевизоре есть формат. И ты должен... Тебя показали таким. Все, контракт подписал. Сколько я подписывал контракты. Ты не можешь то, то, то. Ты должен то. Ты должен молчать. Ты должен ничего не рассказывать. Там нельзя. Ты должен таким быть. И все. На YouTube таких рамок нет. И для меня вот эта свобода важнее. Я вот перестал ходить на телевидение. Мне сейчас постоянно предлагают. Особенно раньше. Вы знаете, я часто появлялся на телевидении. Постоянно участвовал в всяких реалити-шоу. Сейчас я просто перестал. Меня приглашают я не хожу на телевизор. Я просто... Я сконцентрировался на YouTube. И я понял, что я должен был заниматься YouTube намного раньше. А не наоборот. Как-то. Вот у каждого свое. Ну не знаю. Вот моя была мечта раньше работать на телевизоре. Я поработал. Мне не понравилось. И как-то перешел на YouTube. То есть ты тут сам себя хозяин. Да. Такого режиссера нет. Я не знаю. Я на ходу могу что-то придумать просто. Знаешь, какая-то ситуация. Бац-бац мне зацепка. Я могу там срежиссировать какую-то ситуацию. И придумать. Как с ничемом она что-то сделает. Знаешь, что-то слепить. Вот. А насчет того, что ты говоришь, может там какие-то клипы снимать. Знаешь, я настолько уже наработался в этой сфере, что я понимаю, сколько труда в это все. Когда ты, знаешь, там, тем же режиссером, оператором вот этот съемочный процесс, сколько это труда. А в итоге оно бывает и не оправдывает все эти надежды. Вкладываешь кучу труда, столько стараний во все это. А оно потом не оправдывается. Потом это никто не смотрит и денег нужных не приносит. Уже все это пережил, понимаешь? Просто старался, бывал. Как ты думаешь, какое будущее на Ютубе? Вот как ты, допустим, через два года, вот сколько количества подписчиков? Мне кажется, через два года у тебя точно будет больше миллиона, там, или пламени. Я уверен. Мне кажется, даже год пройдет, но у тебя будет... Ну так ты написал, сколько, когда еще 100 тысяч, шо-шо, типа еще. Не, я просто, знаешь, так выпендриваться уже начал. Я не верил, что у меня будет и 100 тысяч подписчиков. У меня до 30, ползай, ползай к черепахам. Да, доползем, доползем. Ну, я вот лично вижу точно, через два года это больше миллиона в любом. То есть у тебя, мне кажется, ну, вот... Главное не забросить, знаете, что это самое. Нет, ты не забросишь. Я могу сказать, вот я знаю из блогеров, которые в Украине, это... Китай рулит у него, наверное, самый большой, да? Мы, кстати, с ним в одном роддоме родились, только он на 10 лет после. Я смотрю иногда его посылочки. Да. Вот и Игорь Брага. И вот ты. Ну, у тебя видишь совсем такое, влоги ты снимаешь, то есть и все вот этот скрип-стрим. Мне кажется, что будущее у тебя огромное. Ну, дай бог, ну, пускай их самое главное не забросить. Потому что у меня бывает, знаешь, придет какое-то, бывает отчаяние. Это бывает у всех. И все, это мы нахрен, нам не надо. Это бывает у писателя. У меня бывает переклинить все, хочу все бросить, уехать и все. Удалить все. У писателя бывает там какой-то вот он все, и все порвал, на утро проснулся. У творческих людей все, да. Это нормально. Я недавно смотрел видео одного там блогера русского, я не буду говорить кто, но вот он сказал, что вот типа приезжайте туда-то, туда-то, там будут адекватные блогеры. Не то, что такие вот ненормальные и непорядочные, как типа из блог Старс Украины. Думаю, надо встретиться с Сашей, чтобы как-то люди увидели с другой стороны то, что им кажется иногда чокнутым, что на самом деле это далеко не чокнутые. И те, которые поют с экрана сладкие слова, это далеко не хорошие люди иногда бывают. Поэтому вот надо соображать. Надо иметь свою башку. Есть то, о чем ты жалеешь, то, что ты мог бы изменить, а ты не можешь уже изменить. Я не знаю, не привык, наверное, жалеть в своей жизни о чем-то. Может, о некоторых моментах, может, и жалел когда-то, но потом подумал, что не надо жалеть это. Может, оно и так должно быть, а на самом деле это ценный опыт жизни, как бы, понимаешь? Все, что происходит, как бы, ты от этого никуда не уйдешь. Ты можешь изменить как-то ситуацию, но, не знаю, это моя жизнь. То есть жалеть о том, что уже произошло, нет смысла, потому что оно уже произошло. Можно зацикливаться на том, что ты сделал что-то неправильное, с этим жить дальше, знаешь, себя колупать, колупать, колупать. Не оглядываться. И оно мешает тебе жить дальше. То есть, если ты упал в грязь, надо как-то обтруситься и идти дальше. А можно просто там же и тонуть в этих проблемах. Вот, и все, и дальше не развиваться. То есть, как бы, не важно, сколько раз ты упал, важно, сколько раз ты поднялся. То есть, как бы, вот так старайся придерживаться. Потому что, если бы я погружу в своих проблемах и ошибках, то уже давно, я не знаю, стал бы, может быть, наркоманом, спился бы и все. Ты наркотики принимаешь? Не, вообще, все думают, что это, что принимаю. С самого детства, как начал снимать эти видео, все думают, что я какой-то наркоман, что пью, что он не на трезвую голову все это делает. Я первый раз попробовал покурить, и только в 21 год. Я раньше, я раньше. А я, хотя бы, все мои там друзья курили, пили, а только в 21 год первый раз сигарету раздал. Вот у меня был принцип, не курить, не пить, но таким быть я безбашенным. Вот что-то мне хватало вот этой... А вот оно надо куда-то, это невозможно в себе носить. Вот невозможно. У меня тоже, я там снимаю видео, я на балкон на пару выйду, там трусы на голову. Все, что мог, я не могу по-другому. У меня это носило, оно тебя разорвет изнутри, если ты не будешь его реализовать. А вот прет этой энергией, это какая там настанция внутри. Нужна каждому человеку самореализация. Поэтому очень важно идти в свое дело в жизни. Куда ты можешь его так полностью влиться и у себя раскрыть. Вот, это очень важно. Потому что начнет вас плющить в других моментах. То есть вы занимаетесь каким-то делом, которое вам не очень подходит. И вас куда-то будет клонить там, набухаться куда-то еще, пойти к кому-то... Нарботики, да, самообман. Да, вот. Уйти. Я попробовал травку еще в детстве. Курил травку один раз. Не, наелся дурман травы, короче. За мной варан гонялся по селу. Я шел по селу, вот так сидели вот такие кусты. А в кустах сидели мышки, вот так глазами сверкались, знаете, так смеялись меня мыши. Вот так по углам я иду, они блестят. Я бегу, варан за мной, дома тапочки, тараканы в тапочках, в общем. И я с тех пор никогда не пробовал никакие наркотики, но мне тоже являют, что я что-то принимаю. Ну, потому что я смеюсь, у меня такое, я молодой. А вот люди как-то привыкли, что вот если ты что-то такое делаешь, то значит ты пьяный чин. Ну да, или дурной чин. На похоронах я могу засмеяться. Ну блин. Да я понимаю. Я понимаю. Просто другие люди не воспринимают этого, что почему-то человек себя ведет. Значит ты просто на куловку. Вот я тебе скажу, что я абсолютно не удивлен тем, что я от тебя услышал. То есть я от тебя услышал, наверное, процентов на восемьдесят того, что я сам думаю про родителей, про жизнь, про то, как надо себя вести, про то, что надо делать в жизни то, что нужно. То есть я абсолютно не удивлен тем, что ты сказал. Потому что то, что ты сказал, то я в принципе и чувствую. Думаю, что многие зрители, которые там вот иногда плюются в адрес какого-то блогера или в адрес там, ну про себя я не буду говорить. А вот и ты на это наблюдаешь и ты думаешь, блин, ну человека не зная, вот люди начинают судить. Я благодарен, что ты согласился встретиться, что я уверен, что процентов девяносто зрителей мы, которые там, допустим, относились негативно и говорили, то что это дурня, зачем ты там снимаешь, я что-то там снимаю, ой, зачем ты хочешь быть на кого-то похожим, мне пишут, хотя не говорят на кому, допустим. Да я никогда, в принципе, никому не копирую и мне, вот я снимаю, у меня своеобразное, у меня нет мозгов тоже. Ну, короче, я уверен, что те зрители, которые говорили, что это плохо, они пересмотрят это сто процентов, пересмотрят и будут нормально относиться к Саше. Да, это очень хорошо, что сам Вэл именно сам додумался, что он не стал слушаться всего вот этого общественного мнения, а все-таки решил сам просто прийти и встретиться, и поговорить, и узнать, дурак, не дурак, больной, не больной, чему же нормальный пацан все-таки. Я даже хотел больше довести до зрителей это, потому что я в этом был уверен. Мне, кстати, было на видео, когда в макаронах там ягоди, сиропали, плавали, в ванной, это супер. Так так снято, блин, это же профессионально, там и грим, и все, и свет, и все. Раньше мы относились очень серьезно, снимали все, столько времени и денег уходило на все. И бесплатно, тогда не зарабатывали ничего, понимаешь? Просто сами вкладывали в видео деньги, чтобы снимать для вас. Чтобы вы посмеялись и подумали, что мы дураки, и мы уже привыкли. Нас уже смешат просто комментарии, уже по-другому там наши реагируем на эти комментарии. Вы пишите плохие комментарии, нам просто смешно, нам весело их считать. А я говорю, мне так удовольствие сейчас доставляет, когда пишут гадости. Вот пишут, мне чем больше гадости, и теперь у меня приятнее. Потому что все говорят, ой, что ты там это самое, ты любишь лезть. Я, допустим, говорю тебе комментарии, вот мне спокойно, мне скажут, что ты говно, я спокойно. Скажут, ты святой, я еще больше расстраиваюсь, потому что я не святой, понимаешь? Скажи, у тебя есть какой-то идеал, к чему ты стремишься? Есть какой-то для тебя ориентир в жизни? Кто для тебя является важным человеком, которого ты прислушаешься? Ты можешь сказать, друзья, подруги, а вот именно, кого ты слушаешься? Есть ли такой человек? Ну смотри, вот никогда у меня там каких-то, может, идеалов не было там в жизни. Там, знаешь, может, в детстве какие-то кумиры были. Но как-то я для себя ставил сам себе какую-то цель, там, и к ней стремился. Но никому в жизни, в принципе, не прислушивался. Но когда мне что-то говорят, там, мама, папа, я все-таки прислушиваюсь. Вот ты, ну не знаю, их мнение для меня все-таки, я не могу. Вот когда маме что-то не нравится, когда она расстраивается, вот она у меня внутри сидит, и я не могу продолжать дальше это делать. Я пытаюсь с ней договориться, поговорить, знаешь, как-то, ну, объясните ей, что я так поступил. Потому что когда она неспокойна, мне некомфортно. Вот. Больше вот ты на семью направлена. Молодец, вообще. У меня вот, честно, нет слова того, что я слышу. Ну, в принципе, даже не то, что... Это перестань. Нет, просто действительно. Захвалил уже прям, как... Нет, просто, знаешь, оно когда чувствуется, допустим, потому что я как артист, да, я чувствую... Я прихожу в театр, смотрю спектакль, я понимаю, вот актеры играют между собой, я понимаю, какие у них взаимоотношения в жизни, и какие они сами по себе. То есть игра, там, писав, да, сколько она на слово, а ты можешь вот это все разгребти, и увидеть еще какой сам по себе человек. Она может играть хорошую, плохую, но ты понимаешь тут саму суть, и как она относится к тому человеку в жизни, то есть я все это вижу. И то, что я видел тебя, я говорю, поначалу как-то я посмотрел, там был в шоке, потом немножко так посмотрел еще, 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 и потом понял, что вообще классное видео, классная голова для Ютуба просто создана. Саша, спасибо тебе огромное. Тебе огромное, спасибо, что приехал. Мне-то за шок. Мне тоже приятно с тобой было встретиться, потому что смотрели, и Таня любит Мастер Шеф, и тебя смотрел, и моей маме ты нравится, тоже смотрит, говорит, прикольный чувак. Я смотрю твои комментарии вот эти на синхронах. Да ты что? Вообще. Слушай, зато меня и держал. Вот видишь, мама у тебя тоже молодец. Я смотрел программу, когда ты там... Нет, смотри, я честно, не то, что там я пришел там, а вы пропиарится, или там что-то это самое, а я смотрел там твою правду, ты там, нет, не моя, детектор лжи смотрел, потом смотрел программу тебя с мамой, там приглашали, как мама тебя защищала, и она была права, что ты делаешь то, что тебе хочется, и видишь, как родители идут тебе навстречу. Да, это очень важно, чтобы поддерживать вообще, это очень большая благодарность. Потому что дети убегают из дома, если нет взаимопонимания, и потом разбитые судьбы, и все такое. Так что, Саша, спасибо тебе огромное, я абсолютно доволен встречей, я думаю, что зрители тоже... Абсолютно взаимно поддерживают. Спасибо, дорогой, спасибо. Давай деньги. Все, выключаем. Саввелла Дамьян, Евгений Поливода. Я не выиграю в мастер-шеф, я выиграю в теннис. Хорошо. В теннис. Поехали. Ой. Ух. 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 Ух.